Ниссан решил подогреть публику перед премьерой третьего Кашкая. Машине предстоит выйти на рынок следующей весной, вот только премьеру по последней моде задумали растянуть на несколько этапов. И первым стал технический. Так ниссановцы не скрывают, что модель сохранила старую платформу, которая, однако, глубоко переработана. Независимая задняя подвеска полноприводных версий обрела другой подрамник, а полузависимая балка сменила расположение пружин и амортизаторов. Кузов полностью новый. Его создатели поспешили отчитаться об одновременном увеличении жесткости и снижении массы. Доля высокопрочных сталей выросла наполовину, двери, капот и крылья теперь выполнены из алюминия, а крышка багажника из композита. В набор силовых агрегатов для еврорынка вошли сплошь гибриды. Два мягких варианта построены на базе бензинового мотора 1.3, а третий вариант – это последовательный гибрид, у которого ДВС лишь только вращает генератор. О дизайне сказано совсем чуть-чуть. Модель сохранит пропорции предшественника, хотя дизайн станет другим. В частности, кроссовер получит модную нынче двухэтажную оптику. Светодиодные полоски ходовых огней будут располагаться поверх фар. Сами фары перейдут на матричные светодиоды. Из других современных технологий заявлена очередная версия трассового автопилота ProPilot. Улучшенная система сможет притормаживать перед знаками и перекрёстками, ориентируясь по навигации. В России новый Кашкай появится совершенно точно, а вот микру мы, похоже, потеряли навсегда. Что неудивительно, если Джук и Кашкай бьют по миру рекорды продаж, то городской хэтчбэк даже европейская публика принимает очень вяло. Взбодрить рынок должен рестайлинг, главным достижением которого следует признать новую версию N-Design. У неё двухцветные колёсные диски, особый декор кузова, а в салоне – искусственная кожа на передней панели, центральном тоннеле и дверных картах. Другое новшество – продвинутая акустика от Bose. Её отличают динамики, встроенные в подголовник водительского кресла. Что касается моторов, то их перечень остался прежним. Это турботройки на 100 и 117 сил, к которым могут идти механика или вариатор.